Контроль какой-то может быть за конъюнтивной частью котла на момент изготовления? На том же заводе или где-то в этом карате. Почему трубы шовные попадают сегодня? Сейчас любой котел возьми, везде трубы шовные. Вот это нельзя в процессе изготовления котла контролировать вашими специалистами его изготовление? Нет. Или это невозможно? Это сегодня невозможно. У нас специалистов нет, никому контролировать. Ну это их уже проблема, пусть как-то ищут, а то мы так и будем. Значит, инструментальное обследование котла стоит примерно около 200 тысяч. Если мы сегодня это произведем, вот это обследование этого котла, да, и котел испытания пройдет, то эти 200 тысяч бюджета придется заплатить той организации, кто проводит экспертизу. Ну это понятно, та организация, которая изготавливает котлы, они же тоже могут стоять. Да, два года гарантирую. У вас нет химподготовки, у вас нет того-то, то есть вину поставят еще и нам, да? Конечно. Так понимать, да? И подготовка на следующий год будет обязательно. Все, хорошо. Да, Петрович, ну, во-первых, ну должно быть какое-то техническое задание, где прописано, в принципе, какие котлы должны быть. Я вот так думаю, да? У нас, например, прописывают каждую букву специалисты. Конечно, мы так и прописываем. Какая труба, сталь, двадцатая стена, такая-то и все остальное. Шелдые и бесшелдые, там же выучили. Конечно, все котлы должны быть бесшелдые. Соответственно, они доставляют оборудование не соответствующим. Вот сейчас в поселке Ключи, да, котел мы осматривали, вышел из строя, конвективная часть. Наружная часть, конвективная часть, труба бесшовная. Дальше, Сидор Владимирович, посмотрели, там шовная труба пошла. Внутри, пока рукой не залезешь, пока она не потечет, пока трубу не вырежешь, там не видно этого. Получается, парадокс, завод гарантировал, два года стоял котел, а сейчас третий год прошел, но уже никакой гарантии не несет. Ну, у меня, опять-таки, вопрос по территории Тарютина. Вот, каковы сейчас риски на перспективу? Есть ли риски? Или все, вот, котел купили, поставили, и все это, отопительный сезон у нас не будет никаких рисков? Значит, котел купили, поставили, второй котел будет тоже новый, к 15-му числу, который, подрядная организация, которая выиграла аукцион, это ООО «Союз», повторюсь, до 15-х слов будет еще поставлен один котел. Той мощности, которая будет стоять, это достаточно. А срок? Срок, не знаю, не будет. Срок, два года. Срок, да. Почему? Ну, это сам так. Вы можете таким успехом 6 месяцев поставить, да? Да, с таким успехом можете 5 лет обозначить. Срок, выраньте, 5 лет, вообще к нам никто не зайдет? Ну, непонятно. Ну, ни один карат не зайдет, знаешь, что… Не только ни один карат не зайдет, не зайдет ни теплокомплект, ни котельный завод, ни завод. Три года сделаем. А то мы садим каждый год покупать коту. Подумайте. Николай Петрович, давайте мы в эту работу возьмем мою вопрос. Может быть, именно ситуацию. В принципе, здесь разговаривание. Нет, я вообще это, пояснить ситуацию маленько хочу. Какая разница, карат или кто. Шовная, бесшовная труба. Ну, вообще-то разговор идет здесь к тому, что котел закипел. Что он, в принципе, из-за того, из-за отложения. Химводоочистка – это подготовка воды. Вот что самое главное здесь. А так, любого производителя мы возьмем, они будут хоть шовные, хоть бесшовные, хоть с какой трубы. Если котел забит, он перегревает, понятно, труба лопается, перегорает. Тут же ведь в этом вопрос стоит. И кимводоочистки – гораздо более серьезный вопрос.